В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Три месяца в этом лагере. Голод, голод. Сотрудники ГИБДД провели рейд. Маленький пассажир, большая ответственность. Мы еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения. Вручаем сегодня и листовочки. Во дворце спорта Видное было организовано торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры. Пожелать хочется верности культуре, быть преданными такими, быть энтузиастами. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. По этому случаю на Аллее славы города Видное состоялось возложение цветов к памятнику непокоренные. В памятной акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, активные жители и, конечно же, сами члены общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Сейчас в ней насчитывается 39 человек. Они до сих пор в строю и принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Сегодня поехала и наша делегация на Поклонную гору для участия в памятных мероприятиях Москвы и Московской области во главе с председателем нашей ветеранской организации малолетних узников Платоновой Любовь Ивановна. Все, кому в детстве пришлось пережить страшное время в концлагерях, сейчас вспоминают его с дрожью в голосе. События тех лет навсегда остались в памяти. Три месяца в этом лагере. Холод, голод. Бабушка откуда-то из этого фарточка доставала мне корочку хлеба. И, в общем, спаслись вот так. Через два месяца пришли наши войска и освободили нас. Мы всегда обращаемся к молодым, нашим поколениям молодому, чтобы она прочувствовала все то, что написано в истории, так сказать, и не допустила, чтобы опять возродился фашизм, неофашизм, бандерщина, чтобы люди жили в мире, за который они отдали большие цены своей жизни. По завершении мероприятия участники встречи сделали общее фото на память. День войск противовоздушной обороны отметили 10 апреля российские военнослужащие. В поселке Петровское воинской части номер 52-096 в честь праздника прошел концерт. Многие служащие подразделения получили государственные награды, а также подарки от партнеров. Самыми ценными стали напутствие от старших товарищей. Меня Бог миловал, мне не приходилось участвовать в боевых действиях, но на границах нашей родины служить приходилось, где, значит, по условиям и специфике несения боевого дежурства приходилось наблюдать врага прямо непосредственно около нашей границы и по нему работать. Я проехал по стране от Ленинграда до побережья Тихого океана, меняя места службы везде. Стоят эти войска в тяжелых, труднодоступных условиях с тяжелым решением тех задач, которые перед ними стоят. Непростые задачи стоят перед защитниками неба и сегодня. Именно они следят за каждым нарушением воздушного пространства над Москвой и областью. Но на несколько часов они все-таки смогли забыть об обязанностях, пообщаться друг с другом и порадоваться выступлениям местных артистов. В Ленинском городском округе проводится социальный раунд. Маленький пассажир, большая ответственность. В его рамках сотрудники ГИБДД проводят рейды, в ходе которых напоминают родителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства, а также выявляют нарушителей. За работой «Стражи порядка» наблюдала наша съемочная группа. Шестомик – район пересечения улиц Фокина и Березовая. Тут всегда довольно интенсивное движение и нередко случаются аварии. Очередной рейд в рамках проходящего сейчас в муниципалитете раунда «Маленький пассажир, большая ответственность» было решено провести именно здесь. Мы еще раз напоминаем о правилах безопасного поведения. Вручаем сегодня и листовочки, еще раз разъясняя, какие нужно и необходимо использовать детские удерживающие устройства при определенном весе, росте ребенка. Желаем хорошей погоды, хорошего настроения. Виновчанин Родион Науменко утверждает, что всегда использует автокресло при перевозке ребенка в машине. Но сегодня впервые пришлось нарушить правила. Единственный случай так получился. Просто очень опаздываем. Спешили на тренировку ребенка, везли. И так как идти занимает время, вот взяли каршеринг машины, стояла рядом. Взяли машину и так получилось, что не оказалось кресла в машине. В связи с этим, да, как бы вину признаю, знаю, что нужно ездить с детским креслом. Итог такой спешки – административные протоколы. Штраф в размере трех тысяч рублей. На тренировку ребенок, увы, опоздал. Но большинство водителей, как показал рейд, не пренебрегают правилами безопасной перевозки. Всегда используется автокресло? Конечно, конечно. Конечно, всегда. Это безопасность ребенка в первую очередь. Конечно. Почему, как считаете? Это ответственность. Безопасность. В 2021 году на дорогах Московской области произошло 184 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 16 детей погибли и 210 получили травмы различной степени тяжести. При этом каждого пятого ребенка, ставшего участником аварии, родители перевозили с нарушением правил. Не подвергайте своих детей опасности. Всегда используйте при перевозке маленьких пассажиров автокресла. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВИНН.ТВ. По всей стране проходят акции, в ходе которых собирается гуманитарный груз для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Администрация Московского зоопарка выступила с инициативой не забывать и о братьях наших меньших. На призыв собрать корм для животных, которые содержатся в зоопарках республик, откликнулись многие производители. В том числе и в Ленинском городском округе. Рядовым жителям округа название проекта «Биотех-С» вряд ли что скажет. А вот тем, кто содержит и разводит лошадей, он хорошо известен. Именно для питания скукунов изначально предназначался выпускаемый корм. Но все чаще к ним стали обращаться зоопарки и было решено расширить производственную линейку. Где-то три года назад мы сделали специализированную линейку для травоядных животных зоопарков. Это вот элемент нашего проекта. И еще один элемент мы сделали для домашних грызунов линейку. Это морские свинки и шиншиллы. То есть мы расширяем наш проект на растительноядных зверей. Светлана Валерьевна Горелова кандидат биологических наук и к делу подходит со всей обстоятельностью ученого. Об инициативе собрать корма для зоопарков Донецкой и Луганской народных республик узнала от общественников, которым не раз помогала. Молодая гвардия совместно с Видовским станичным казачеством уже организовывала акции по помощи и спасению животных. Сегодня мы решили провести вот такую необычную акцию. Московский зоопарк собирает гуманитарную помощь. И помочь братьям нашим меньшим, я считаю, что это просто необходимо. В этот раз будет отправлено более 500 килограмм различных кормов. В акции приняли участие и рядовые жители округа. Грачик Бадалян не только помогал отгружать мешки, но и принес коробки с кормом для домашних питомцев. Сам он скоро организует акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской республик. Живу я в Горках, узнал, что проходит такая акция помогать животным Донбасса и решил тоже поучаствовать. Будем проводить мастер-класс в поддержку жителям. То есть будем там собирать благотворительную помощь и отправлять туда нашим друзьям, жителям Донбасса. Корма производится из травяной муки, люцерны и разнотравия, куда замешиваются специальные добавки и витамины, которые призваны положительно влиять на здоровье и самочувствие животных. Помогать зоопаркам планируется на постоянной основе. Мы уточним, какие виды животных они кормят. И мы на вторую поставку уже сделаем специальные составы. Сейчас мы выдаем травяную муку со средним содержанием белка, которая подходит большинству травоядных животных. Проект «Биотех-Ц» участвует в программе импортозамещения. Все производится из отечественных ингредиентов. А значит, российские животные голодными точно не останутся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» было организовано торжественное мероприятие для тех, чья профессия заключается в том, чтобы создавать праздник и нести искусство людям. В честь Дня работников культуры, сотрудникам досуговых учреждений, библиотек, музыкальных школ, творческих объединений муниципалитета были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Как рассказала начальник управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского городского округа Эльвира Ковалерская, в этом году празднование Дня работников культуры было принято решение провести в новом формате. В этом году мы решили поменять формат мероприятия. Раньше это были концерты, где опять наши коллеги работали в этот день. А сегодня мы решили поменять и сделать праздник для них, так как они все время устраивают праздники для людей. И мы пригласили наших коллег из другого округа, которые приехали и устроили дискотепу. На праздники чествовали работников культурно-досуговых учреждений, музеев и библиотек, педагогов детских школ искусств, руководителей творческих коллективов. Всех тех, кто поет, танцует, сочиняет стихи, сценарии, песни, организует мероприятия. У нас, честно говоря, работники культуры мирового класса. У нас уже династии есть, у нас есть семьи. И я очень рад, что сегодня этот праздник получился таким интересным, веселым, семейным. Пожелать хочется верности культуре, быть преданными такими, быть энтузиастами. Мы ведь работали не за деньги, а действительно несли разумное, вечное, доброе в массы, приносить людям радость. Директор Центра досуга Дроздова Ирина Панина почти 20 лет трудится в сфере культуры. Вместе со своими сотрудниками участвует во многих творческих конкурсах. Мы выиграли в прошлом году гранд-президентский. И наше учреждение стало лучшим сельским домом культуры Московской области. На данный момент мы разрабатываем новый проект онлайн-студии «Слово», который мы хотим также запустить, получается, в премию Подмосковья. Работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от главы Ленинского городского округа и губернатора Московской области. Дорогие друзья, в ваших руках культура муниципалитета. Это очень емкое слово. Я не знаю, что, собственно, не входит в это понятие. Это ответственность за всех и за все. Это радость. Это умение красиво восхищаться. Это умение красиво благодарить. Своим творчеством и любовью к профессии эти люди зажигают сердца взрослых и совсем еще юных жителей округа. Создают праздник, открывают двери в мир прекрасного. Учат любить, радоваться и наслаждаться каждым мгновением. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова